позитив с позитивным состоянием сознания что-то что будет связано с бетахоном с верой во всевышнего то есть что-то будет связано вот будем продолжать двигаться в этом направлении потому что она мне кажется самое самое важное самоперспективное направление потому что что человек в жизни ищет до глобально что мы все ищем кто знает во все ищем хорошие состояние позитив а эмоции мы ищем все позитивные эмоции а это очень важно для человека чувствовать себя хорошо да то есть внутри чтобы как говорится в торе чтобы на сердце было хорошо да кто хочет чтобы на сердце было хорошо думаю что все участники наших уроков, и вообще все люди на земле хотят, чтобы на сердце было хорошо. Но как это сделать, к сожалению, знают только единицы, и мы как раз хотим войти в это число самых умных единиц, самых умных людей, которые на сердце, как говорил царь Соломон, что то влев миштетамид, то есть тот, у кого хорошо на сердце, у него пир всегда. Но как это понять можно? То влев миштетамид, хорошо на сердце, пир всегда. Можно понять, что тот, у кого пир всегда, ему хорошо на сердце. Можно понять, что тот, у кого на сердце хорошо, у него пир всегда. И это, мне кажется, точнее. Человек, которому хорошо на сердце, неважно, что вокруг творится, а ему хорошо. Или же человек, у которого внешне, например, все хорошо, а на сердце ему плохо, он рыдает, у него депрессия. Как был, например, актер Вильям, как же его звали? Робин Вильямс, по-моему, его звали. Он был богатый, или недавно, который умер, тоже актер из фильма «Друзья», который был богатый, известный, суперзвезда там во всем, да? Но у него настолько ему плохо было в жизни, что люди заканчивают жизнь самоубийством, или же они подсаживаются на наркотики, которые для того, чтобы снять боль. То есть люди же, которые употребляют наркотики, пьют алкоголь, это людям очень плохо. Это их настолько жалко, что они в какой-то момент, они хотели, чтобы им стало лучше, значит, им было недостаточно хорошо. А потом, когда они уже подсели на наркотики, они уже не могут с них слезть. То есть, когда они пытаются отказаться, им становится очень больно, то есть им плохо. Представляете, это очень страшно. Вот, а мы идем очень хорошим таким путем, через веру в Бога, и изучаем книгу «Сад», заканчивая уже «Сад благодарности», которая нам показал Рав Шаламаруш путь прямо на небеса, путь прямо на небеса, находясь в этом мире. Этот путь идет через благодарность, отсутствие нытья, через то, что называется вера в частное предопределение, то, что есть у человека вера, что все от Всевышнего, и вера, что Всевышний все ему делает к лучшему. И дальше все остальное – это инструменты, с помощью которых человек, он возвращает свой бегающий и загнанный интеллект. В Новостоке сравнивают интеллект с дикой обезьяной, что у человека в голове сидит дикая обезьяна, которая бесконечно скачет в голове, и все время она – это обезьяна, то она туда, то сюда, то она беспокоится, то то. То есть такая очень красивая метафора, что интеллект – это как обезьяна, сумасшедшая обезьяна. Да? Представляете? Теперь дальше. Говорит нам Рав Шаламаруш в 113-м роте, он говорит так, что человек, который доволен управлением Всевышнего, благословенно его имя, и говорит спасибо за все, что Всевышний с ним делает, даже когда ему очень больно, но он знает и верит, что так делает Всевышний, и это хорошо, и громко говорит, что он рад этому предопределению, тогда по принципу «мера за меру» Всевышний принимает с любовью поведение этого человека и обращает ему все грехи. Всевышний как бы говорит, «Ты принимаешь мое предопределение и управление без вопросов, я тоже принимаю тебя и прощаю тебе все грехи, но если ты пытаешься расследовать мое управление недоволенным, я тоже расследую твое поведение, и останусь им тоже недоволен». И это потрясает, говорит Раф Шаламаруш, то есть это удивительная информация, она потрясает, что все, что человек делает, оно идет к нему, возвращается мера за меру. И получается, что человек, который нытик, который ноет и недовольный, он пробуждает против себя обвинения. Всевышний ведет себя с человеком по принципу «мера за меру», и к тому, кто недоволен управлением Всевышнего, небеса относятся строго. Понятно, да? Всевышний как бы спрашивает человека, «Ты недоволен моим управлением?» «Так знай же, что я тоже тобой вовсе недоволен», и начинаю платить по счетам. «Но если ты принимаешь в мое управление доволен им, радуешься тому, что я для тебя делаю, то я тебе рад и готов тебе все простить». Тут есть интересная вещь. Давайте рассмотрим, как это работает. Причем рассмотрим на примере какого-нибудь. Вот человек, значит, у него в жизни происходит какое-то событие. Допустим, он потерял работу. Он потерял работу. И потерял он работу, закрылась компания, на которой он работал. Значит, человек нытик, что он скажет? Он скажет, вот, опять мне не повезло, и что за жизнь такая? Экономика рушится, все падает, мне не повезло, меня Всевышний не любит, все у меня плохо, что за жизнь такая? Этот, значит, и он думает, а дальше что? Кто виноват? Вот, наверное, виноват тот, кто у меня работа, фирма закрылась, да? Вот я пойду на него в суд подам еще, да? Пошел в суд, подал. С темой он судится. Значит, потом в это время, в это время ему что было подготовлено? Ему уже была подготовлена хорошая новая работа с зарплатой в два раза больше, да? Всевышний ему так готовил. Но здесь из-за того, что он начал возмущаться и начал идти, значит, то есть он недоволен, как Всевышний управляет миром, он подал в суд на того работодателя предыдущего. В этот момент следующий работодатель, когда принимает людей на работу, он спрашивает, а как вы с прошлой работы ушли? Он говорит, а я сужусь до сих пор с владельцем компании, там, подал на него в суд. Этот думает, не, 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 секундочку, нам такие работники не нужны. Говорит, извините, у нас на эту вакансию вы не подходите. Оп, и он, получается, потерял то, что ему уже был приготовлен подарок. Если бы он сказал, ну, значит, Всевышний хочет, чтобы я больше зарабатывал, значит, Всевышний мне приготовил какой-то хороший подарок. Все к лучшему. Всевышний зря ничего не делает. Он меня любит, это однозначно. Спасибо за те годы, что я работал. Спасибо, что у меня была всегда зарплата. И спасибо за новую возможность. Все, я верю, полной верой, что у меня будет все хорошо. Идет, значит, новую компанию, его спрашивают, значит, ну как? Он говорит, вы понимаете, ну, к сожалению, дай бог здоровья прошлому владельцу компании. Все, все, значит, не повезло ему, закрылась компания. Я был лучший работник, я вот к нему пришел, вот его рекомендация. Он меня, ну, то есть, понятно, что бывают в жизни разные ситуации. И он меня рекомендовал очень хорошо. Пожалуйста. Тот новый потенциальный работодатель смотрит, действительно написано, а тот хозяин той компании, он действительно хотел видеть, что тот, ну, получилось так, да? Он говорит, ладно, значит, я хотя бы ему напишу сейчас классную рекомендацию. Написал классную рекомендацию, оп, человек нашел работу. То есть, мы видим, что от реакции на события зависит очень много. И здесь нам как раз объясняют, что тот, кто недоволен Всевышним, вот этот нытик, то Всевышний начинает его проверять. Есть история, еще одна очень интересная история, когда Сара сказала Аврааму, своему мужу, что пусть Бог рассудит между мной и тобой. Так тоже нельзя говорить, потому что, когда человек начинает просить Бога стать судьей, и говорит, вот пусть Бог тебя рассудит между мной и тобой. Так Бог же рассудит и между мной и тобой. Но он же, когда начинает судить, он же и тебя рассудит, и его рассудит. И, в общем, люди начинают, потом вся жизнь у них рушится. Не надо призывать Бога в судью, а нужно сказать, Бог милосердный, Он знает, и я знаю, что Он всегда, всегда, всегда надо мной, всегда Он мне давал все хорошее, даст дальше хорошего еще лучше. И такая позиция, она для человека, если мы сейчас смотрим, мы же не знаем, как будет следующий шаг. Любое давление вызывает давление, любой конфликт вызывает еще один конфликт. И, но если человек, он с Богом, вот в таких вот, ну, он всегда говорит, я знаю, что Бог плохого не делает, Бог всегда на моей стороне, то он может рассчитывать на то, что принято называть удача, повезло, и так далее. Теперь дальше говорит нам он, следующий отрывочек называется, «Устрани заботу из сердца своего». Раби Мордекай Излехович, праведник благословенной памяти, говорил, что запрещено испытывать какую-либо заботу, кроме одной разрешенной. Забота о том, от чего ты заботишься. То есть, что он, вот непонятно написано. Смотрите, вот человек заботится, значит, вот мне надо заботиться о том, чтобы и он вот это все, есть, ну, например, приведу пример. Я, у меня заказали несколько лет назад сделать программу обучения для одной компании, IT-компании, которая строила там какую-то метавселенную, какие-то биржи, там что-то они строили. И они очень оптимистично настроенные люди. Они говорили другим людям, хотите в нас инвестировать? Пожалуйста, инвестируйте, будете зарабатывать огромные деньги вместе с нами, мы сейчас изменим мир, мы там, мы, 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 все. Меня попросили сделать для них учебный центр, чтобы те люди, которые к ним приходят там работать, инвесторы, чтобы они обучались в онлайне. Я поэтому изнутри знаю эту историю. В течение двух лет они собирают инвестиции, 100 миллионов долларов. Кто в них инвестировал? Люди, которых заботит завтрашний день. То есть, они заботились о завтрашнем дне, поэтому они хотели деньги, которые у них были, умножить, чтобы завтра не бояться. Теперь царь Соломон, он говорил, вот как раз сегодня 12 февраля, Лилуни Шама, значит, Борок Бен Авраам, это мой папа, который умер 12 февраля, он ушел 2 года назад, но йоркцы отмечают по еврейскому календарю, это будет Юд Алиф в Адаре, еще сегодня не наступил этот день, через неделю где-то будет, через даже больше чуть, будет Юд Алиф в Адаре, значит, ему Лилуни Шама, для поднятия его души, значит, как раз сегодняшний урок. И вот в 12 главе Мишли, притчи царя Соломона, там есть такая глава, что Тот, кто обрабатывает землю свою, он насытится хлебом, а Мирадев Рейтим, тот, кто гонится за пустотой, он, давайте посмотрим, что с ним будет, забыл я, значит, вот, у Вет Адматои с Балихом, у Мирадев Рейтим, хасар лев, тот, кто гонится за пустотой, у него будет, ну, у него будет хасар лев, это как он не управляет своим разумом, то есть человек, который, который гонится за пустотой, а все вот эти вот большие инвестиционные проекты, я помню, когда-то я разговаривал с одним человеком, который, который, он был в этой организации МММ, я говорил, а как люди могут верить МММ-2, когда он уже сидел в тюрьме, когда МММ уже лопнуло, и был его второй, как бы, приход этого, а вроде, и второй приход тоже люди туда давали деньги, я говорю ему, ну как, на что вы надеетесь вообще, ну неужели люди такие сумасшедшие, что, что они туда дадут деньги, а он мне говорит, знаешь, говорит, когда тебе обещают 30% в месяц, ну на вложенные деньги, разум отказывает, то есть люди, вот они именно находят такую цифру, 30% в месяц, и тут у человека его разум, осторожность, там какие-то просто здравый смысл, у него отказывают, и люди туда несут деньги. я помню, я помню, значит, был у меня один, ну человек, который тогда он меня в Киеве возил на машине, да, я когда приезжал на 2 недели в месяц, был один человек, который все время меня возил в это время на машине, такой таксист, Саша его звали, и он, этот Саша, он очень осторожный был человек, очень осторожный человек, прям вообще, и он меня возил, и мне говорит, ну что, давать мне ВММ, ВММ этот, я говорю, Саша, ну сам подумай, ну это же афера, он, ну да, в это время его какие-то там друзья, значит, один купил БМВ новую, другой дом купил, и он, значит, мне говорит, слушай, ну вот у меня же друг один купил, я говорю, смотри, это афера, то есть это понятно, что это афера, что она закончится, он, ну вот он же купил, он же купил, он, в общем, он в один из дней, он говорит, все, я вот у меня 10 тысяч отложено на новую машину, я сейчас собирал на новую машину, но, значит, сейчас, значит, все, отдаю, я говорю, ну твой выбор, смотри, в общем, он завозит эти 10 тысяч долларов, и буквально на следующий день они перестают выплачивать, он теряет эти деньги, значит, и говорит, ну поезжу на старой машине, значит, все, поезжу на старой машине, и ездил долго еще на старой машине. А если бы он поучил притчи царя Соломона, что тот, кто обрабатывает землю, его насытится хлевом, у Мирадефри и Тим, тот, кто гоняется за пустотой, Хасер Лев не управляет разумом. Хасер Лев, это как у него не хватает сердца, дословно переводится. То есть у него вот эта обезьяна, она его тиранит и терзает, ему говорит, смотри, вот тебе ж надо же как-то это все приумножать, там, это, а что завтра ты будешь делать? Говорит нам Раби Мурдыхай Злехович праведник, а праведните, интересно, вот я не знаю лично про него, но в его поколении была очень модно у праведников, такая мода у них была, чтобы когда они ложились спать, у них не оставалось ни копейки денег, они все свои деньги раздавали на цдаку, все, что к ним за день приходило, они должны были это все раздать на нуждающимся людям. Почему они так делали? Они говорили, что даст Бог Бог день, даст Бог пищу, не зря Бог 40 лет еврестий народ держал в пустыне, выдавая ман каждый день, доза мана на один день, в пятницу выпадает на два дня, чтобы в субботу они не собирали ман в пустыне. Для чего? Для того, чтобы человек был уверен в завтрашнем дне, и он может быть уверен в завтрашнем дне, не когда у него там спрятано, здесь спрятано, там вложено, там вложено, в этом случае он может быть уверен, что завтра к нему придет налоговая, бандиты, и что его потомство будет судиться и ругаться за то, кому достанется это после его смерти, и когда он уже будет при смерти, будут ждать, когда же быстрее. Это он может быть уверен. Но человек, который по-настоящему уверен в завтрашнем дне, он только может быть уверен в том, что Бог его любит, и Бог его не оставит. И они в себе вот эту уверенность тренировали. Они отдавали все и ложились спать без ничего, зная, даст Бог день, даст Бог пищу. А второе у них было такое, как упражнение они делали, да, праведники, это было лет 200 назад, когда был вот прям такой был духовный взлет. Они уходили в добровольное изгнание. То есть они брали котомочку, великие мудрецы были, которые были люди совершенно невероятного духовного уровня. И выходили они из дома, чтобы они в одном месте не ночевали больше одной ночи. Телефонов же не было, ничего не было, никто не знал, кто они. И они приходили, тут просили, там просили, здесь где-то они, кто-то их покормил, там. И вот они уходили в добровольное изгнание. Некоторые доходили до земли Израиля, обратно, около ста лет назад, эту методику изучали, были ешивы Навардак, сабами Навардак. Они прям высаживались где-то в степи, в полях, и, значит, они вот так без денег, без ничего, добирались обратно до ешивы, чтобы чувствовать вот это вот божественное проведение. Есть интересная история, как было два великих мудреца, раби Элемелых и раби Зуси из Аниполя. Это было два брата. И вот они вместе пошли в это добровольное изгнание. И, значит, они остановились на ночь в каком-то постоялом дворе. Один спал на скамейке, второй спал под скамейкой. И там выпивала какая-то группа, значит, нееврейских каких-то людей, которые выпили хорошенько, увидели двух евреев, решили с них спросить, за что Христа распяли. Значит, и они взяли, говорят, вот лежит на скамейке. Они не видели, что их двое, они увидели одного, который на скамейке спал. Они его разбудили и побили. Значит, побили они его. Он, это был, я не помню, или, например, это был Рэп Зуси, например. Рэп Зуси, значит, его побили, а второй под скамейкой лежал, спрятавшись. Значит, ну, что, уже побили, что делать? Тот вылез из-под скамейки, ему говорит, слушай, ложись уже, спрячься под скамейку, значит, а я уже лягу наверху, если они вдруг еще побьют, так уже тогда меня пусть побьют, да? Тот говорит, хорошо, лёг под скамейку, этот на скамейку. Те опять там еще повыпивали, повыпивали, еще что-то им не понравилось, они решили опять разобраться. Они подходят, смотрят, этот лежит на скамейке, а они говорят, о, этого на скамейке мы уже били, а вот тот под скамейкой, давай его сейчас побьем, и они вытащили того, который раньше был на скамейке сверху, и еще раз его побили. Так что отсюда приходит? Приходит, что, значит, да, смотрят всей палатой наш, из Норильского роддома. Получается, что Всевышний, у него все уже предусмотрено, и чтобы все хорошо родили в Норильском роддоме, всей палатой, когда человек полагается на Всевышнего, когда он верит, что все будет хорошо, он расслаблен, и схватки идут легче, и все у него идет легче, и когда он даже испытывает какую-то боль, он говорит, спасибо Всевышнему, всю боль, которую я должен испытать, вот она сейчас, я ее и испытал, спасибо тебе за то, что я, вот, пускай так лучше, чем как-то по-другому. И, значит, человек, который полагается на Всевышнего, ему всегда хорошо, он в доверии, доверия к завтрашнему дню, доверия ко Всевышнему, а человек, который боится, он будет пытаться сам себе что-то организовать, но, как бы, что человек может, реально, никакого ни у кого нет контроля. Хорошо, поэтому нужно заботиться о том, чтобы не было у тебя заботы, человек, который беззаботный, он самый счастливый человек. Забота – это полная противоположность вере. И когда человек чем-то озабочен, его покидает частное предопределение. Всевышний оставляет его, поскольку такой человек в Бога не верит. Он говорит, слушай, я не верю, что ты мне поможешь, я не верю, я буду сам за себя бороться, да, на Бога надейся, а сам не плашай. Хорошо, если ты на Бога надеешься, и сам не плашаешь, имеется в виду, выполняешь все советы Бога, отлично, Бог сказал, что делать, что не делать, что правильно, что неправильно. Это, кстати, тоже Бог сказал. Тора – это то, что Бог сказал. Но если ты на Бога не надеешься, а говоришь, ну, что буду на тебя надеяться, ты мне что-то хорошее делал, ты меня хоть раз спасал, ты мне хоть раз еду давал. Бог говорит, ну, как будто бы говорит, да, Он говорит, ладно, ты сам по себе, давай вперед. И человек, он как бы отсекает себя от божественного, от божественной помощи, от божественной любви, от божественного предопределения он проявляет дикую неблагодарность потому что бог то реально всех нас жизнь дал спасал от всех болезней спасал коронавирус пережили там каждый пережил своей жизни достаточно и все это спасибо всевышнему теперь но тот кто не верит значит говорит всевышний давай сам поэтому единственная допустимая забота это спрашивать от чего я тревожусь почему мне не хватает веры почему мне трудно поверить что в хороших руках почему у меня нет веры что всевышний во всех случаях позаботиться обо мне и главное он говорит укреплять эту веру молиться о вере и в себе пробуждать вот эту вот веру что всевышний о тебе позаботиться это есть внутреннее спокойствие а другой человек он пробуждает у себя веру что всевышний о нем не позаботиться, что будет плохо. Это и есть беспокойство. Теперь вы скажете, кому лучше? Конечно, лучше тому, кто не беспокоится. Ему сейчас лучше. Теперь вы скажете, а вдруг вот, а завтра что? А завтра те, кто беспокоились, они точно так же могут пострадать, как те, кто не беспокоились. И, например, у меня есть один мой хороший знакомый в Украине. Он очень, он вкладывал грамотно деньги вообще в колхозы в Никополе и в недвижимость Мариуполе. Он такой был, прям все распределил, только не там. И сейчас он остался без ничего, без денег, без ничего. Хотя он так беспокоился и настолько он был осторожный. Понятно, что если человек беспокоится, не факт, что у него все будет хорошо. А есть, которые не беспокоятся, которые говорят, даст Бог день, даст Бог пищу. И у них все хорошо. Поэтому выбор. Если ты беспокоишься, то не факт, что ты набеспокоишься на то, чтобы тебе было хорошо, но ты беспокоишься. Тот, кто не беспокоится, не факт, что у него будет все хорошо. Я согласен. Но он хотя бы сейчас не беспокоится. Хорошо. И он приводит сейчас один пример. Значит, один он приводит пример. Вот я сейчас на этом как раз эту тему хорошо закрою. Приводит он пример. Что если ты уповаешь на Всевышнего и веришь, что даст Бог день, даст Бог пищу, ты полностью в этом уверен, то тогда тебе не надо никаких уловок, никаких там схем и так далее. Всевышний даст тебе какими-то простыми путями. Если ты уповаешь на Всевышнего, то что? То тебе остается не надо, не надо волноваться, надо только улыбаться. И вот он рассказывает историю. Один мой ученик рассказывал, как однажды у него не было денег заплатить за квартиру. Жена его спрашивает, ну и что ты будешь делать? Он отвечает, как это, что делать? Пойду в поле и буду благодарить Всевышнего за то, что у меня нечем платить за квартиру. Пошел он в поле. Дело было зимой. Повсюду грязь и слякоть. Ну, в Израиле зимой-то нет снега, грязь и слякоть. Иногда, когда дождь. Целый час он благодарил Всевышнего. Спасибо тебе, Господи, что до сих пор ты помогал мне найти жилье. Спасибо тебе за все квартплаты, которые ты помог мне заплатить вовремя. Спасибо тебе, что сейчас мне нечем заплатить, ведь это, несомненно, к лучшему. Так он целый час благодарил и благодарил, ничего не прося. Даже слова просьбы не сказал. Когда он вышел с поля, ему позвонила мама и попросила сделать для нее несколько покупок. На рынке его встретил приятель, увидел, что его башмаки в грязи и спросил, в чем дело. Он отвечает, что был в поле. Тот говорит, зачем? Он говорит, благодарил Всевышнего. За что? За то, что нечем платить за квартиру. Тогда приятель сказал ему, послушай, я как раз собирался пожертвовать на благотворительность некоторую сумму денег, ему Всевышний дал до этого деньги. Есть люди, которые берут Всевышнего в партнеры. Они говорят, если ты мне дашь так, так и так, то я вот эту вот сумму, там, например, дав на благотворительность. То есть они как бы договариваются. Это как обет называется. Но нужно очень четко держать обеты, потому что если ты Всевышнего обманешь, то, ну, это очень серьезное преступление. И он говорит, послушай, я как раз собирался пожертвовать на благотворительность некоторую сумму денег, но не знал куда. Теперь я знаю, я отдам деньги тебе. Отдал приятель деньги, выделенный им на благотворительность. И это оказалось ровно та сумма, которую следовало заплатить за квартиру. Ученик только что вышел с поля, и даже ботинки не успел вычистить, как к нему уже пришла помощь. Такова сила благодарения. И в этом суть довольства своей участью, лежащей в корне упования. Человек знает, что Всевышний благ, и полагается на его управление. Именно об этом говорили все процитированные выше праведники. Если человек полностью уповает на Всевышнего, в его силах смягчить и отменить все обвинения и приговоры. И для этого не надо даже трудиться. Вот такой вот хороший нам дал он сегодня совет. И, значит, вот здесь у нас в этой книге короткие такие, да, уроки. Но я не хочу сегодня, я сегодня не буду тогда отсюда ничего читать. У нас есть сегодня очень мощный такой прямо урок, который можно на нем сегодня и остановиться. Значит, есть у нас тот, кто уповает на Всевышнего, Всевышний будет ему помогать. Это первое. Тот, кто по-настоящему, по-настоящему знает, что Всевышний делает только добро. Всевышний также смотрит на него. Точно так же. Это два. Три. Это значит, что... Ну, все. Все. Хватит. Значит, уповаемого Всевышнего, знаем, что Всевышний делает только добро, и Всевышний будет делать нам добро. Но при этом нужно выполнять советы Всевышнего, его советы, его заповеди, его указания. И вот, то есть, сегодня у нас царь Соломон нам посоветовал 12 глава 11 отрыдовок. Работающий на земле насыщается хлебом, а гоняющийся за пустотой не управляет разумом. У каждого из нас есть какое-то место, где мы уже, как бы, окопались. И Всевышнему достаточно через это место, чтобы Он нам давал пропитание. Поэтому вот тут как раз, когда у тебя уже что-то прорастает, достаточно сильно молиться, дальше сделать больше упор на духовное. И вот как раз в этом, как бы, уже существующем сосуде Всевышний даст благословение. Все, чтобы Всевышний дал всем нам благословение, чтобы главным благословением была огромная чистая вера, такая настоящая, что все от Всевышнего, и Он хочет для нас только добра, чтобы мы видели это добро, не были нытиками, не восставали против Всевышнего своим недовольством, своими негативами. И Всевышний восполнит все, что нам каждому не хватает. Всевышний восполнит. Все, до завтра. Спасибо, что приходите на уроки. Спасибо, что поддерживаете Вайкра. Всем удачи, успехов. А роженицам легких родов желают. Легких родов, чтобы у вас хорошо прошли роды, родились здоровые детки, и вы их научили любить Всевышнего, и благодарить Всевышнего, и чтобы прямо была благодарность Всевышнему. Сегодня, кстати, освободили двух заложников. Видите, это у людей, они все уже, сколько бы уже, больше двух месяцев были в заложниках. Сегодня освободили двух заложников, слава Богу, значит, что заложники возвращаются. Чтобы выжили все мужья, чтобы закончились все войны, чтобы вернулись все с войны. Все, всем до завтра.